Девушки отдыхают И при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня. Лунная походка. Посмотрим, какая конструкция позволит космическим аппаратам исследовать кратеры Луны. Во весь рост расскажем о носимом устройстве, определяющем положение тела. Целебный напиток. Узнаем о доказанных наукой полезных свойствах кофе с молоком. А также, а нюх как у собаки, ученые создали робота, способного распознавать запахи с помощью биосенсора. Новая лунная программа НАСА открыта для всех, кто готов предложить интересные идеи и технологии. Американское космическое агентство даже проводит конкурсы для инноваторов, чтобы выбрать проекты, которые могут быть перспективными для исследования космоса. И надо сказать, конкуренция творит чудеса. Предлагаемые конкурсантами разработки порой просто удивляют своей оригинальностью и эффективностью. Прямой эфир запуска миссии «Артемида-1» студент Северо-Восточного университета Андре Нета Кайтано наблюдал в холле одного из отелей Калифорнии. И у меня возникло скорее не дежавю, а наоборот, картинка из будущего. Мне показалось, что я, возможно, вижу миссию «Артемиду-4» и на ней наш аппарат «Кобра» как часть полезной нагрузки, и будто он уже на Луне делает то, для чего предназначен. «Артемида-1» была запущена за день до того, как Кайтано и его команда представили свой ровер для исследования лунных кратеров в рамках конкурса НАСА, посвященному новым идеям, которые могли бы быть реализованы в одной из будущих миссий Американского космического агентства. Основной задачей команды Кайтано было произвести впечатление на жюри конкурса. Они сперва скептически отнеслись к нашему проекту, потому что не были уверены, что предлагаемые нами технологии мобильности действительно сработают. Скептицизм был вызван простотой дизайна аппарата. Это робот, который движется как змея, а затем соединяет голову и хвост, чтобы катиться. Конкурс, организованный НАСА, а также выделенный на него призовой фонд, привлекли команды студентов из многих университетов, которые разработали свои технологические решения для предстоящих миссий лунной программы «Артемида». Особенность проекта Северо-Восточного университета в том, что их аппарат «Кобра» может уникальным образом перемещаться по реголиту и мелкому лунному песку, похожему на пыль. При этом устройство исследует ландшафт на наличии интересных особенностей, а также ищет лед и воду. Это всегда было проблемой — развернуть на поверхности робота или наземное транспортное средство, которое могло бы добираться до дна кратера и искать там лед с водой. Профессор Алереза Рамезани консультирует команду Северо-Восточного университета, разрабатывающую «Кобра». Он имеет опыт проектирования роботов, на создание которых вдохновляет сама природа. До этого он уже спроектировал робота-собаку и робота-летучую мышь. И мы знали, что именно такого рода принципы мы хотели бы применить и в нашем проекте. Рамезани надеялся, что простой дизайн в виде змеи будет убедительным для жюри конкурса. Наш робот как бы скатился с этого 30-метрового холма. И это впечатлило жюри. Мы сделали это с минимальным потреблением энергии и в течение 10 или 15 секунд. Производство такого робота является сравнительно недорогим удовольствием. Если вы хотите иметь работоспособную космическую технологию, то она будет стоить от 100 до 200 тысяч долларов. И у вас может быть много таких систем. Тот факт, что Кобра — это сверхлегкий робот, также является преимуществом. Презентация Кобра в Калифорнийской пустыне развеяла весь скептицизм. В результате проект стал победителем конкурса и, возможно, в ближайшем будущем будет отправлен ракетой СЛС на Луну. Жюри сказало, что это потенциально изменит то, как будут выглядеть будущие системы исследования космоса. Кейн Фарабо, Андрей Деркач, Сергей Дагатарь. Специально для программы детали. Невероятная популярность ChatGPT заставила срочно действовать всех IT-гигантов. На этой неделе сразу несколько из них заявили о разработке подобной технологии, а Microsoft даже показала же, как собирается внедрять искусственный интеллект в свои продукты. Компания Microsoft заявила о внедрении технологий, подобной ChatGPT, в свою поисковую систему Bing, превращая тем самым интернет-сервис, который сейчас сильно отстает от Google, в новый способ общения с искусственным интеллектом. Сервис пока не принимает всех пользователей, но уже через несколько недель будет в широком доступе. Интернет родился на персональном компьютере и сервере. Затем он вырос помощью мобильных устройств и облачных технологий. И теперь вопрос, каким образом новая технология изменит его сейчас. Модернизация поисковой системы Microsoft таким образом должна помочь ей в извлечении выгоды из всеобщего ажиотажа, связанного с ChatGPT. Кстати, Microsoft является крупным инвестором этой технологии. В 2019 году компания, помимо прочего, вложила 1 миллиард долларов в создание суперкомпьютера, который и тренировал алгоритм, созданный OpenAI. Помимо добавления в Bing, Microsoft также интегрирует технологию чат-ботов в свой браузер Edge. Одна из вещей, которая появится в будущем, — это умные собеседники. И они будут посредниками в любом взаимодействии с компьютером. По сути, они будут выполнять роль второго пилота, который будет присутствовать в каждом приложении, внутри оболочки операционной системы в браузере. Отметим, что генеральный директор Google Сундар Пичаев в понедельник объявил о создании сервиса BART, в основе которого также будет искусственный интеллект. Его презентация состоится в конце этого года. Мета, Амазон и китайский технологический гигант Baidu также по различным сообщениям работают над аналогичной технологией. Другие новости недели далее в нашем дайджесте. На этой неделе стало известно об обнаружении 12 новых спутников у самой большой планеты Солнечной системы Юпитера. Открытие было сделано американскими астрономами с помощью телескопа на Гавайях и в Чили. Таким образом, у короля планет в общей сложности насчитывается 92 естественных спутника, об обнаружении первых из которых заявил еще 400 лет назад итальянский астроном Галилео Галилевей на основе своих наблюдений за планетой в самодельный телескоп. У недавно открытых спутников Юпитера еще нет названий. В ближайшие месяцы Центр малых планет Международного астрономического союза присвоит каждый из них номер и, возможно, имя. Группа ученых из Калифорнии создала новый вид клетки. Клетка Киборг, так ее назвали, представляет собой комбинацию из естественного и синтетического материалов, полученную методом сшивания двух разных систем с применением искусственного полимера. Новые клетки можно программировать. Они не делятся, что делает их неспособными загрязнять экосистемы, и при этом сохраняют основные клеточные функции и могут приобретать новые способности. Кроме того, клетки Киборги способны эффективнее противостоять стрессовым факторам, которые убили бы их немодифицированные аналоги, отмечают авторы инновации. Клетки Киборги могут быть созданы с использованием различных бактериальных штаммов и легко модифицированы с помощью существующих технологий синтетической биологии. Ученые надеются, что в будущем их разработку можно будет применять в медицине для лечения сложных заболеваний, включая рак. И еще о клетках. Итальянские генетики несколько лет назад открыли версию гена, которая защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает сердце в хорошей форме у его носителей до глубокой старости. Теперь команда исследователей из Италии и Британии провела опыты на животных, ведя его в организм мышей среднего и пожилого возрастов. Анализ маркеров биологического старения сердца мышей показал, что в переводе на человеческий эквивалент их сердца помолодели более чем на 10 лет. Также другая команда исследователей в Италии провела трехлетние исследования на клетках сердца человека в пробирке и продемонстрировала, что после введения материала с этим геном клетки сердца, полученные у пожилых больных пациентов, возобновили нормальное функционирование и начали более эффективно создавать новые кровеносные сосуды. Ученым уже известно, что этот ген передается по наследству, что может открыть возможности для разработки уникальных терапий, вдохновленных генетикой долгожителей. Исследования опубликованы в профильном издании Cardiovascular Research. Ученые из Великобритании исследуют ферменты, которые потенциально могут расщеплять пластик, что может помочь решить проблему отходов одежды из полиэстера. Этот материал является наиболее широко используемым волокном для изготовления одежды в мире, и после покраски и обработки различными химическими веществами вторичной переработке практически не подлежит. Команда из Университета Портмута уже нашла более 70 ферментов, которые с переменным успехом могут расщеплять этот пластик, и в настоящее время ведет отбор самого эффективного из них. Исследователи надеются, что такие ферменты помогут создать безвредную для окружающей среды экономику замкнутого цикла для одежды на основе пластика. На этой неделе огромный рой так называемых морских бабочек появился в водах Красного моря у побережья Израиля. По данным Управления природы и парков страны, такого большого количества этих брюхоногих в регионе не виделись с 1994 года. Науке пока неизвестно, что побуждает этих морских животных в таком количестве подплывать близко к берегу. Десятки видов этих моллюсков обитают в водах Мирового океана, от тропиков до полюсов. Они проводят всю свою жизнь на плаву, захватывая планктон с помощью слизистой паутины и являются ценным кормом для десятков видов рыб и морских млекопитающих. Умные часы постепенно становятся все более совершенным устройством по сбору данных о здоровье и физической активности человека. И ученые со всех уголков планеты готовы предложить производителям носимых устройств технологии для десятков новых функций. Другое дело, что внедрить их все сразу пока невозможно, хоть многие из них на самом деле очень интересные. Современные носимые устройства могут получать много информации о физиологии человека. Но то, что им есть еще куда стремиться, подтверждает исследование Корнельского университета. Ученые там создали устройство, способное определять положение тела человека, которое это устройство носит. Умные часы сейчас могут с помощью движения руки только считать количество шагов пользователя. Но нам кажется, что этого мало. Наша технология позволяет фиксировать различные положения тела человека и достигается это с помощью небольшой камеры. Миниатюрная и недорогая камера на внутренней стороне запястья – один из главных компонентов всей системы. В разные моменты времени она может улавливать положение видимых ей частей тела. Обзор большей части тела для камеры закрыт, и для обычно используемых технологий определение положения было бы большой проблемой, потому что им нужно изображение всего тела. Но наша система как раз в этом не нуждается. То, как части тела закрывают друг друга перед камерой, уже является ценной для нас информацией. Чтобы понимать, какое положение тела предполагает то или иное изображение, полученное камерой, был создан специальный алгоритм, в основе которого машинное обучение и искусственный интеллект. Мы создали собственную модель глубокого обучения, и чтобы обучить её, снабдили двумя типами данных. Первый – это изображение, снятое из камеры на запястье. Второй – это информация, полученная традиционным путём, при котором производится съёмка всего тела. И модель просто пыталась найти общий знаменатель между этими двумя компонентами. Для своего исследования учёные использовали данные о позиции 14 суставов. Тренировать модель помогали 9 добровольцев. В своей работе мы просили добровольцев делать упражнения, при которых используются различные части тела. Ходьба, поднятие по лестнице, игра в теннис, челночный бег и так далее. В дальнейшем мы хотим значительно увеличить разнообразие используемых движений. Размер устройства, даже прототип, использованный для исследований, отличается небольшим размером, сопоставимым с размером популярных ныне умных часов. Дальнейшая разработка сделает его ещё меньшим. Правда, перед этим учёным предстоит поработать над одной проблемой. Мы хотим уменьшить энергопотребление нашего устройства. Это одно из ограничений этой разработки. Для работы камеры нужно большое количество электроэнергии, особенно если сравнивать с умными часами. Её хватает даже меньше, чем на один день. Проблема энергопотребления может быть решена благодаря стремительному развитию технологий по производству нового поколения батарей. Также исследователи хотят отдельно уделить большее внимание безопасности личных данных пользователей, чтобы полученная информация была надёжно защищена и не попала в руки злоумышленников. Андрей Деркач, Сергей Доготарь специально для программы «Детали». Кофе посвящены многие исследования, которые порой расстраивают кофеманов. Но это не относится к научной работе учёных из Копенгагена. Они обнаружили, что кофе в сочетании с молоком обладает сильным противовоспалительным эффектом и помогает бороться с окислительным стрессом в клетках. За счёт чего это получается и какие ещё сочетания с кофе идут на пользу организму человека, выяснял Алексей Горбачёв. Многие люди начинают утро с чашки кофе. Заряд кофеин помогает проснуться. Но когда говорят о напитке с явной пользой для здоровья, на ум чаще всего приходит зелёный чай, противовоспалительные свойства которого давно известны учёным. Однако, похоже, и чашка кофе с молоком может иметь подобный эффект. К такому выводу пришли учёные из Копенгагенского университета. Мы не знали, чего ожидать. Я прогнозировала, что противовоспалительные свойства ослабнут, поскольку мы модифицировали полифенолы. Но мы, наоборот, увидели усиление этого эффекта в ряде случаев в два раза. Полифенолы, о которых говорит Марианна Лунд, это класс химических соединений, антиоксиданты, которые при попадании в организм человека помогают уменьшить окислительный стресс, вызывающий воспаление. Они также есть в вине, зелёном чае, кофе, какао, очень широко распространены в пище, которую мы потребляем. Речь идёт именно о чашке кофе с молоком не случайно. Проведённое исследование показало, что когда содержащиеся в кофе полифенолы вступают в реакцию с аминокислотой в молоке, их ингибирующее действие на воспаление в иммунных клетках усиливается. Аминокислоты являются строительными блоками белков, и мы уже знаем, что полифенолы, например, те, что содержатся в кофе, обладают противовоспалительным эффектом. И мы также знаем, что полифенолы в пищевых продуктах очень быстро начинают вступать в реакцию с аминокислотами, находящимися на белке. Теперь у нас есть понимание того, каковы противовоспалительные свойства полифенолов, когда они связаны с протеинами. Раньше этот вопрос оставался без ответа. Для того, чтобы исследовать противовоспалительный эффект сочетания полифенолов с белками, исследователи наблюдали в лаборатории за искусственно воспаленными иммунными клетками. Некоторые клетки получали различные дозы полифенолов в сочетании с аминокислотой, а другие — только полифенолы, но в тех же дозах. Исследователи заметили, что иммунные клетки, обработанные комбинацией полифенолов и аминокислот, в два раза эффективнее борются с воспалением, по сравнению с клетками, к которым добавлялись только полифенолы. Следующий шаг — проверить, как это работает на животных моделях. Пока мы провели тесты только на иммунных клетках, которые присутствуют в крови и в кишечнике. Другой важный момент, который интересен ученым, как содержащиеся в кофе с молоком полифенолы с аминокислотами попадают в кровь человека после приема пищи. И в каких количествах? Когда вы что-то едите, это попадает в желудок, а затем в кишечник. Для того, чтобы попасть в кровь, соединение должно преодолеть кишечную оболочку. Это один из вопросов, на который очень важно получить ответ, потому что тогда мы сможем лучше понять, как эти эффекты проявляются в человеческом теле. Ученые предполагают, что противовоспалительный эффект может наблюдаться и при комбинации белка, содержащегося в молоке или йогурте, с другими продуктами, богатыми полифенолами, включая мясо, фрукты и овощи. Пример — шоколадное молоко или смузи на молочной основе. Авторы исследования рассчитывают, что его итоги позволят использовать полезные свойства комбинации пищевых продуктов для улучшения здоровья человека. Алексей Горбачев, Юрий Закревский. Специально для программы «Детали». Электрические скутеры становятся все популярнее. В некоторых городах прокат скутеров переживает настоящий бум. Поэтому, естественно, в таких местах начинает вставать вопрос безопасности. Именно поэтому компании, которые сдают электроскутеры в аренду, стремятся усовершенствовать свой инвентарь, в том числе с технологической точки зрения. Это дешево, удобно и быстро. И это, честно говоря, весело. Мне нравится ездить на скутере. Мне этот вариант очень подходит. Не так давно автомобиль у Джулии Монтои сломался. И теперь она добирается до кофейни, где работает на электрическом скутере. По ее словам, даже ночью и даже на каблуках на электроскутере ездить легко и удобно. Я никогда не попадала в аварию. Какая-нибудь неприятность могла бы случиться только из-за неровностей на дороге. Но обычно я стараюсь использовать велосипедные дорожки. Эксперты, ратующие за упорядоченность дорожного движения, говорят, что решение проблемы безопасности поездок на электроскутере, будь то по велосипедным дорожкам, проезжей части или тротуару, является ключом к сокращению числа посещений отделений неотложной помощи. В период с 2017 по 2021 год число травм, связанных со скутерами, выросло на 450%. Откровенно говоря, мы обнаруживаем, что многие люди, которые ездят по тротуарам, либо просто не знают, что им нельзя там ездить, либо делают это, потому что там нет велосипедной дорожки. В последнем случае поездка по тротуару представляется им более безопасной. Джозеф Аль-Хаджири, управляющий Осин Шерд Мобилити Сервисес, говорит, что его команда работает с операторами, предоставляющими услуги проката электроскутеров над повышением безопасности. Мы разрабатываем новые сервисы, которые позволят нам улучшить места парковки для пользователей скутеров и консультировать их по важным вопросам. Компания Бёрд также использует новые датчики, которые определяют местоположение ее арендуемых скутеров с точностью до сантиметра, говорит Скотт Рашфорд, представитель этого популярного сервиса. Они могут сказать, насколько быстро транспортное средство движется, каков угол его наклона, что происходит при ускорении торможения. Также он принимает GPS-сигналы, что позволяет определить, где находится тротуар. И если вы будете ехать по нему, то скутер сразу же очень мягко замедлит свой ход. Аль-Хаджири говорит, что повышение общей безопасности передвижения на скутерах поможет снизить необходимость использования автомобилей, особенно при поездках на расстоянии менее одного километра. Дина Митчел, Андрей Деркач, Сергей Дагатарь. Специально для программы «Детали». «Анюх, как у собаки» — это проробота, созданного израильскими учеными. Правда, сам сенсор для распознавания запахов у него сделан с использованием обонятельного механизма другого животного. Робот, созданный израильскими разработчиками, использует усики саранчи в качестве основы для его биодатчика. В четырехколесном роботе такая антенна размещена между двумя электродами, которые посылают электрические сигналы в ответ на обнаруженный рядом запах. В основе распознавания запаха — технология машинного обучения. В отличие от других роботов, которые работают с запахами, этот робот является биогибридным. Его датчик сделан на биологической основе. В данном случае это антенна из усиков саранчи. Я помещаю ее между двумя электродами. Электроды регистрируют нейронную активность внутри антенны. Вот сейчас мне нужно просто запустить код, который активирует робота и позволяет ему идентифицировать запахи. Мы объединяем мир биологии с миром электроники. Мы взяли обоняние насекомого, очень чувствительного к запаху, и интегрировали в робота, который позволяет нам понять, какой запах это насекомое идентифицирует. Ученые все еще пытаются до конца разобраться, как некоторые животные обнаруживают болезни по запаху. Но уже сейчас можно сказать, что будущие технологии, в основе которых будет лежать это знание, будут иметь очень широкое применение. Варианты применения этой технологии бесконечны. Она может использоваться везде, где нам помогают собаки, где есть идентификация по запаху. Например, при обнаружении взрывчатых веществ, гнилой пищи, наркотиков или при производстве духов, чтобы понять, какие из них хорошие, а какие плохие. Более того, недавние исследования доказывают, что насекомые и собаки могут идентифицировать болезни, в частности, рак. Так что мы хотели бы продолжить нашу работу в этих направлениях. Это были детали. Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего. Уже через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин